Приветствую вас. Если говорить о, значит, про комментарии, которые я мог бы дать, например, вам в этой ситуации, то мне кажется, Екатерина, несколько странным, что вы обращаетесь к психологу, вы работаете с психологом, спрашиваете у других психологов по поводу того, чего вам ожидать в будущем. Если вы работаете с психологом, если вы занимаетесь психотерапией, вы знаете, что психологи не предсказывают будущее и не говорят о том, что будет, а что нет, чего ожидать, а что нет. Это первое. Второе. Я не очень увидел связь, честно говоря, между наличием у вас акцентуации и психотерапии. Дело в том, что акцентуация есть у всех людей и далеко не всем из них нужна терапия. Вот. Поэтому для меня несколько странным является этот момент, что вы считаете достаточным для того, чтобы, ну, для начала терапии вы считаете достаточным наличие у вас акцентуации, хотя я повторюсь, они есть у всех. Это странно. Ну, то есть, может быть, у вас есть еще какие-то сложности? Может быть, в таком случае тогда? Да. Но, как бы, наличие самих по себе акцентуации не является обязательным основанием для психотерапии. Вот. Поэтому здесь, я бы сказал, немножко странно. Следующее. Следующее. Вы, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вы делаете некоторую ошибку, точнее, не ошибку, а действуете, я бы сказал, деструктивно. Когда пытаетесь, например, повесить герой на людей. То есть, вот, он, там, физоид, я, там, эстероид и прочее, прочее, прочее. Я, там, интроверт-экстраверт и так далее. Вот. Мне кажется, что это, мне кажется, что эта позиция, она ведет вас, ну, скажем так, в никуда. Мне так вот видится этот момент. Потому что вы, как будто бы, вешаете на людей и на себя, в том числе, определенные ярлыки. Ну, я, честно говоря, ни одного случая не знаю, когда бы навешивание ярлыков, да, вот, помогало бы отношениям, помогало бы устраивать отношениям. Вот, поэтому, ээээ, хочу, чтобы вы, ну, в какой-то степени это понимали. Ну вот, хочу, чтобы вы в какой-то степени отдавали себе в этом отчет, и очень надеюсь, что вам это будет полезно. Следующий момент касающийся, как мне кажется, уже общих деталей ваших отношений. Общих деталей. Что такое, что я имею в виду? Я имею в виду проблемы личных границ, то есть у вас отношения развиваются так, как вы их называете, качели, как качели. Вот это, к сожалению, это просто проблемы личных границ. То есть что значит личные границы? Личные границы, но проблемы личных границ связаны с тем, что человеку сложно отгранишивать себя от другого. То есть, ну, есть вот такая трудность, есть трудность разграничения подобного рода. Человеку сложно, человеку тревожно, когда ему кажется, что личные границы нарушают. А происходит это, в принципе, как можно догадаться, довольно часто, потому что, ну, контактировать с людьми приходится, в общем, в общем, в общем, скорее на постоянной основе, нежели чем... Ну, не с нежели чем случайно, 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 ну, вот. Поэтому, конечно, вам тяжело, вне всякого сомнения. И не только вам, но и человеку тоже тяжело. Я не знаю, конечно, что вы делаете там, условно говоря, вот. Я не знаю, что вы делаете на психотерапии, да? Я не знаю, представьте, что вы делаете там, но... Как бы, мне кажется, что вот, то, на что вам нужно бы обратить свое внимание, это как раз таки, вот эта вот, ну, идея, мысль насчет дочных границ, то есть, ограничение, скажем, ограничение себя от другого человека, ограничение себя от своего, своего, ну, от своих партнеров, от людей, с которыми вы общаетесь. В принципе, не обязательно мужчина, да, вот, это... Могут быть любые люди, ну, любой человек, может быть любой человек, абсолютно. Вот, следующее. Это факт развода, который я сбил. Вот, здесь нужно... Здесь нужно обязательно сказать, что развод, это всегда право для человека. Вот. И... И для вас, как... ну, как для... как для той, у кого есть склон... склонность... при... привязываться, вот, той, у кого есть такая вот склонность... к тому, чтобы привязываться, вот, мне кажется, это болезненно вдвойне, вот, мне кажется, вдвойне, а то и стройне. Вот, поэтому здесь очень важно, чтобы, условно говоря, на вас не влияла эта ситуация, ну, особо на вас не влияла эта ситуация с мужем вашим, вот, чтобы вы как-то, вот, не пытались, может быть, что-то себе компенсировать за счет этого мужчины, потому что он, ну, так или иначе почувствует, он так или иначе ощутит, он так или иначе поймет, что вы от него что-то хотите, а его это может, к сожалению, отпугнуть и отпугнуть довольно сильно, вот, я уверен, что вам этого не хочется, я уверен, что вы не хотите его, ну, отпугивать, да, я уверен, что вы не хотели чтобы он себя с вами чувствовал хорошо, вот, ну, для этого нужно, повторюсь, вот, максимально, ну, не решать свои личные проблемы с ним, ну, то есть, то, что у вас произошло, да, нужно проживать, как бы, независимо от того, что происходит у вас с человеком, то есть, складываются отношения, не складываются отношения, все равно, какая-то ваша боль, желание, ну, там, относительно, допустим, развода, например, и страна это у вас есть, то все равно на вас это влияет, а, ну, как это на вас это влияет, вот, поэтому, мне кажется, мне кажется, что, вот, тот, ну, условно говоря, тот туннель, может быть, правильно будет сказать, который вы выбрали для проживания своей боли, вероятно, от развода, а, собственно, то, что поспособствовало, как мне кажется, образованию вашей привязанности, в том числе, вот, это, возможно, слишком не свободно. Ну, мне кажется, что задачей психолога может быть именно помощь вам в, ну, вот, в освобождении этого туннела. Вот, может быть так. Следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Наверное, на что я хотел бы. Следующее, да? Следующий момент. Значит, модель вашего женского поведения. То есть, словно говоря, на сколько вы являетесь собой. Насколько вы чувствуете себя собой? С собой. Ну, вот, человек в отношениях. С мужчиной в отношениях. Вот, чувствуете ли вы, что вы естественны, чувствуете ли вы, что вы свободны, вот, ощущаете ли вы, что, ну, что вы раскрываетесь, ощущаете ли вы, что, ну, условно говоря, что вам, там, не знаю, комфортно, например, вот, и так далее. Потому что, если нет, вот, если вы этого не чувствуете, то, ну, это, опять же, про вашу какую-то защищенность в отношениях, про ваш комфорт, про ваше спокойствие и равновесие, баланс. Вот. Мне кажется, это важно. Мне кажется, это очень важный момент, на самом деле. Ну, потому что, если вы, как бы, не можете быть с собой, если у вас не получается быть с собой, то вы будете на это просто много тратить свою энергию, мне кажется. Ну, это, как по мне, это, как по мне, это совершенно очевидно здесь. Вот. Поэтому, 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 наша задача, значит, помочь вам вот это состояние ваше подкорректировать. Если, если, то есть такая, ну, если есть такая возможность, условно говоря. Ну, понятно, что возможности может не быть, но, тем не менее, надеюсь, что она, она будет, надеюсь, будет возможность вам помочь. Вот. Вот, в принципе, то, что хотел вам, наверное, сказать. Это, в общем, все комментарии, которые у меня пока что. Есть, это все, что у меня пока что есть вам, озвучит. Это все, что у меня пока что есть вам сказать. Вот. Я надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, это было интересно вам. Вот. Надеюсь, вы... для себя сделали свое, оно сделали какие-то выводы. Вот. Безусловно, 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 чем-то, чем-то вы со мной можете быть не согласны. Мне кажется, что это абсолютно нормальная история. Поэтому не бойтесь, ну, как бы, не волнуйтесь, если вы чувствуете, что не так и не согласны, допустим, да, со мной. Вот. Ничего страшного в этом. В этом нет. Ничего страшного. Самое главное, это чтобы был некоторый эффект, чтобы вы для себя новое что-то что-то открыли, чтобы вы новое что-то для себя заметили, чтобы вы увидели какую-то перспективу. вот Энер-конбици kana ежит ну, если для себя. Энер-конбиций ну, готовь в отношениях. И что-то если вы соответственно мы хот-то хотя бы, хотя бы пример-но поняли, Куда хотите, там, ну, двигаться, например, да, в каком направлении хотели бы двигаться и так далее. Вот, это, мне кажется, наиболее важным, то есть, сейчас, никаких решений принимать, мне кажется, не нужно, именно вот решений. Да, вам сейчас нужно просто разобраться в себе, понять, что происходит именно с вами, вот, и разобраться ещё не мешало бы с ресурсами, которые у вас есть, да, как бы, то есть, ну, вот, ресурс, я имею в виду, что такое ресурс, вот, ресурс – это то, что вы хотите, то, что вы можете дать человеку, вот, ну, то есть, то, что, чем вы можете с ним поделиться, вот, что у вас, ну, без битки, условно говоря, вы можете, наверное, как бы, вы можете на это направить свою энергию, вот, и что важно, как мне кажется, не требовать от себя большего, да, то есть, вот, что, что важнее, не требовать от себя того, чего вы не можете, не требовать от себя быть, например, ну, быть, например, более ресурсным, если вы не чувствуете себя, ну, так, если вы не чувствуете себя в ресурсе. Вот. На этом всё. Желаю вам удачи и всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...